Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такой замечательный узорчик, которым можно красиво оформить край кофточки. Я вязала кофточку регланом снизу. Можете оформить такой край обычной кофточки. Получается он вот такими вот волнами и треугольничками в дырочку. Как на мой взгляд симпатично. Вот и конечно кому понравилось лайкайте и приступаем к вязанию. Узор достаточно простой и я нарисовала вот такую вот схемку от руки. Состоит из 16 петелек в ширину 14 рядочков в высоту. Как вы видите я отметила лишь только лицевые ряды нечетные. Все четные ряды 2, 4, 6 и так далее изнаночные ряды вяжутся всего лишь изнаночными петельками. В каждом лицевом ряду мы будем делать по вот таким вот накидам, которые я отметила кружочками и треугольничками по центру на 8 петле я отметила вот такие вот 3 связанные петли вместе. То есть треугольничек это 3 связанные петли, а кружочек это накиды. Все остальное не отмеченное это лицевые петельки. Я не зря нарисовала на одну клеточку дальше, скажем так, циферки для того, чтобы мы в начале здесь делали петлю в симметрии в начале ряда. То есть для небольшого образца состоящих из двух рапортов я наберу 2 раза по 16 петель, то есть 32 петли, плюс 1 петлю симметрии, которую мы будем вязать в начале ряда. И плюс 2 петли кромочные, то есть по краям по одной петельке. Всего я наберу для небольшого образца 35 петель. Вы набираете нужное количество раз, сколько вы хотите, чтобы повторялся рапорт. Обязательно делите, скажем так, на 16, чтобы он делился. И плюс 1 петля симметрии к этому числу и плюс 2 петли кромочные. Итак, я набрала 35 петель самым обычным способом, вытаскиваю одну спицу. Обычно для начала красивого края я вяжу 4 ряда обычной платочной вязкой, то есть все петельки лицевые. В первом ряду я провяжу первую петельку. Во всех последующих рядах в начале первую петельку я буду снимать непровязанной. Итак, вяжем первые 4 ряда просто лицевыми петельками. Каждая последняя кромочная петля я вяжу изнаночной и в лицевом ряду, и в изнаночном, для того, чтобы с краю получалась красивая косичка. И я сейчас свяжу 4 ряда, не зря, для того, чтобы вам показать полностью целый, скажем так, этап оформления нижнего края кофточки. Связали первый ряд лицевыми петельками и кромочная петля, последняя у нас изнаночная. Поворачиваем на второй ряд, первую петельку снимаем и дальше все петли, второй ряд лицевые. Кромочная петля изнаночная, разворачиваем на третий ряд и также первую петлю снимаем и дальше все петельки лицевые. Кромочная петля изнаночная и поворачиваем на четвертый ряд. Кромочную снимаем и все петельки в четвертом ряду лицевые. Последняя кромочная петля у нас изнаночная. Вот такими четырьмя рядочками, то есть платочной вязкой, я отделила самую нижнюю часть кофточки край. И теперь приступаю к вязанию первого ряда рапорта узора в высоту нашего такого вот ажурного треугольничка. Итак, первую петлю кромочную мы снимаем и в каждом последующем ряду первую петлю будем снимать, продолжать, для того, чтобы с краю получалась вот такая красивая косичка. Дальше в начале ряда мы набрали петлю симметрии, соответственно вяжем одну петлю лицевую. Теперь по рисуночку у нас идет кружочек, значит делаем накид. Теперь отсчитываем до треугольничка количество клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит вяжем 6 лицевых петель после накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали 6 клеточек, то есть 6 лицевых. И дальше у нас идет треугольничек. Что мы делаем? Смотрите, мы заводим спицу за дальнюю стеночку трех следующих петелек. Вот так вот. То есть смотрите, я пропустила спицу сквозь три петли задней стеночки. Теперь захватываю рабочую ниточку и продеваю сквозь все три петли, вяжу лицевую. То есть я связала три петли вместе. Вот это и есть наш треугольничек. Дальше отсчитываем количество пустых клеточек до нашего кружочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть лицевых нам нужно провязать до следующего накида. Вяжем первая лицевая, вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая. Провязав 6 лицевых, делаем снова накид. И до конца рапорта у нас остается одна лицевая петля. Довязываем. Вот мы связали первый рапорт узора и плюс петлю симметрии. Дальше повторяем, пропускаем вот эту лицевую петлю симметрии, а начинаем с первой петли. Повторяем, делаем накид. Дальше вяжем 6 лицевых до треугольничка пустой клеточки. Вот они, 6 лицевых. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас идет центральный треугольник. Это 3 петли провязываем вместе лицевой за дальнюю стеночку. Заводим спицу за 3 петли. Вяжем лицевую из трех петель. Вместе вяжем 1 лицевую. И дальше вяжем снова 6 лицевых. Делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид и довязываем до конца рапорта второго одну лицевую петлю, то есть 16 петельку. В конце ряда у нас последняя петля кромочная. Вы повторяете количество раз рапорта от первой петельки до 16, провязывая, делая сначала накид, затем 6 лицевых, 3 петли вместе, 6 лицевых, накид, 1 лицевая. Вот так вот вы повторяете до конца ряда. При этом вот эту первую петлю, которую мы с вами посчитали для симметрии, делайте лишь только в начале лицевого ряда. Разворачиваем на изнаночный ряд. Второй ряд, который не отмечен у меня на схеме, он у нас изнаночный, соответственно, кромочную снимаем. И дальше абсолютно все петельки вяжем изнаночными петлями. Первая у нас идет изнаночная, вяжем изнаночную. Дальше у нас идет накид. Накид мы также провязываем изнаночной петлей, при этом у нас получается вот такая дырочка. И продолжаем вязать до конца ряда все петельки изнаночные, включая последнюю кромочную петлю. Она также у нас изнаночная. Третий ряд узора смотрим на схемку. У нас идет в начале ряда одна кромочная петля и одна петля лицевая для симметрии. Кромочную снимаем и вяжем эту одну лицевую. Дальше по рисунку у нас идет одна лицевая и делаем накид. Вяжем одну лицевую и делаем накид. Дальше до треугольничка считаем количество пустых клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вяжем 5 лицевых после накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас идет через 5 клеточек треугольничек. Так, соответственно, мы после связанных 5 лицевых вяжем 3 петли вместе за дальнюю стеночку одной лицевой. Заводим спицу за 3 петли и, захватывая рабочую ниточку, выводим лицевую петельку. Теперь считаем количество пустых клеточек, то есть лицевых, до следующего накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем 5 лицевых и делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем накид. После накида нам нужно довязать до конца рапорта 2 лицевые. Довязываем. 1, 2. И дальше повторяем с первой петли нашего рапорта. Соответственно, вяжем 1 лицевую. Дальше вяжем накид. Вот он наш кружочек. Делаем накид. Считаем 5 лицевых до нашего треугольничка. Вот вяжем 1, 2, 3, 4, 5 лицевая. Связали 5 лицевых, дальше идет треугольничек. Треугольничек заводим за 3 петли спицу и вяжем 1 лицевую. То есть из 3 петель делаем 1 лицевую. Дальше вяжем с другой стороны 5 лицевых и делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. И до конца ряда у нас остается 2 лицевые петли. 1, 2. Последняя петля у нас кромочная, изнаночная. Поворачиваем и вяжем 4 ряд. 4 ряд у нас изнаночный, поэтому кромочную снимаем. И дальше вяжем все петельки изнаночные. Включая накид, также вяжем изнаночный. И у нас уже получается вторая дырочка. Все петельки вяжем изнаночными, включая последнюю кромочную петлю. Она у нас также изнаночная. Пятый ряд это лицевой ряд, поэтому смотрим на схему. У нас сейчас идет в начале ряда кромочная петля и лицевая петля, одна петля симметрии первая. Кромочную снимаем и вяжем лицевую петлю. Дальше по узору у нас идут 2 лицевые и делаем накид. Вяжем 2 лицевые, 1, 2 и делаем накид. Дальше считаем количество пустых клеточек до треугольника. 1, 2, 3, 4. Значит вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идет треугольничек. Значит вяжем 3 петли вместе за дальнюю стеночку одной лицевой. Связали 3 петли вместе и дальше считаем от треугольничка пустые клеточки. И снова 4 и делаем накид. Вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и делаем накид. Дальше до конца раппорта у нас остается 3 лицевые петли. Довязываем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Довязав первый раппорт до конца, мы повторяем с первой петельки заново. 2 лицевые, дальше идет накид. Вяжем 2 лицевые и делаем накид. Теперь количество пустых клеточек это 4 лицевые. Вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. И дальше у нас идет треугольничек. Значит вяжем повторно 3 петли вместе за дальнюю стеночку лицевой петлей. И снова с другой стороны у нас 4 пустые клеточки, значит 4 лицевые и делаем накид. 1, 2, 3, 4 лицевые, делаем накид. И до конца раппорта у нас остается 3 лицевые. Вяжем первую, вторую и третью лицевую. Кромочная петля у нас изнаночная. Вы же повторяете нужное количество раз данный раппорт, начиная с первой петельки, не с вот этой пустой клеточки, а с первой петельки. То есть начинаете с вот этих вот 2 лицевых петель в пятом ряду. Поворачиваем на шестой ряд, он у нас изнаночный, соответственно кромочную снимаем и все петельки у нас изнаночные. И у нас появляется благодаря накиду вот такая третья дырочка. Седьмой ряд это лицевой ряд, поэтому смотрим снова в схему. У нас идет кромочная петля и петля симметрии. Кромочную снимаем, петля симметрии лицевая. Дальше у нас идут 3 пустые клеточки, соответственно вяжем 3 лицевые и делаем накид. 1, 2, 3, делаем накид. Дальше считаем количество пустых клеточек до треугольника. 1, 2, 3. И вяжем 3 петли вместе. Первая, вторая, третья лицевая петля. Дальше заводим спицу за дальнюю стеночку и 3 петли вяжем вместе одной лицевой. Связали наш треугольничек и дальше у нас идут снова 3 лицевые петли, потому что 3 пустые клеточки. И делаем накид. 1, 2, 3. И делаем накид. Дальше до конца первого рапорта у нас остается 4 клеточки, соответственно довязываем 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. И повторяем с первого, вот здесь вот с первой петельки, с первой клеточки в седьмом ряду. Вяжем снова, повторяем 3 лицевые и делаем накид. 1, 2, 3. И делаем накид. Дальше. Сделав накид, у нас снова 3 пустые клеточки до треугольничка. Соответственно вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И делаем треугольничек. Вяжем 3 петли вместе за дальнюю стеночку, 1 лицевой. Связали треугольничек. У нас остается 3 пустые клеточки до накида, соответственно вяжем 3 лицевые и делаем накид. 1, 2, 3. Делаем накид. И до конца рапорта у нас остается 4 лицевые петельки, потому что 4 пустые клеточки. 1, 2, 3, 4. И последняя кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на 8 ряд. 8 ряд это у нас изнаночный. Значит вяжем все петельки изнаночные. Кромочную снимаем. И у нас получается провязав накид изнаночной петлей 4 уже дырочки. Вяжем до конца ряда все петельки изнаночные. Девятый ряд. Смотрим схемку. У нас идет кромочная петля и петля симметрии. Соответственно снимаем первую кромочную петлю. Петля симметрии у нас лицевая. И дальше считаем количество пустых клеточек до накида. У меня их 4. И значит вяжем 4 лицевые петли и делаем накид. 1, 2, 3 и 4. Делаем накид. Дальше у нас 2 пустые клеточки. Значит 2 лицевые. И затем вяжем наш треугольничек 3 петли вместе за дальнюю стеночку лицевой. Вяжем первую лицевую, вторую. Заводим спицу за 3 петли и вяжем вместе 1 лицевой петлей. Дальше с другой стороны у нас снова идут 2 лицевые и накид. 1, 2 и накид. И до конца данного раппорта нам нужно довязать 5 лицевых, так как до конца раппорта у нас 5 пустых клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Довязали первый раппорт и возвращаемся к началу. Соответственно вяжем 4 лицевые петли и делаем накид. 1, 2, 3, 4 и делаем накид. Дальше у нас идут 2 лицевые и провяжем 3 вместе 1 лицевой. 2 лицевые и вяжем 3 вместе 1 лицевой за дальнюю стеночку. Вот так. И дальше у нас с другой стороны 2 лицевые, делаем накид. 1, 2, делаем накид. До конца данного раппорта нам нужно довязать 5 лицевых. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем и вяжем 10-й четный ряд. Кромочную снимаем, все петельки остальные изнаночные. И у нас уже получается 5-я дырочка с нашего накида. И мы довязали до 11-го ряда. 11-й ряд это лицевой. Соответственно, снимаем кромочную петлю и вяжем 1 лицевую петлю симметрии. Дальше смотрим на схему. Считаем количество пустых клеточек в 11-м ряду. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, вяжем 5 лицевых и делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем накид. Дальше у нас идет всего лишь 1 лицевая и вяжем 3 петли вместе 1 лицевой. 1 лицевая. Заводим спицу за 3 петли и вяжем вместе 3 петли лицевой. С другой стороны у нас также 1 лицевая и делаем накид. 1 лицевая, делаем накид. До конца этого рапорта у нас остается 6 пустых клеточек. Соответственно, вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязали первый рапорт и повторяем с первой клеточки. У нас идут 5 клеточек. Соответственно, вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше у нас идет накид и вяжем 1 лицевую. Накид, 1 лицевая. Дальше идет треугольничек. Вяжем 3 петли вместе за дальнюю стеночку лицевой. С другой стороны у нас также 1 лицевая и делаем накид. 1 лицевая, делаем накид. До конца данного рапорта нам нужно довязать 6 лицевых. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 и 6. Кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем. И в 12 ряду также все петельки продолжают быть изнаночными. И у нас получается уже 6 дырочка благодаря нашим накидам. И, наконец, мы дошли до 13 ряда. Он у нас по схеме лицевой ряд самый последний рапорта узора высоту. Соответственно, снимаем первую кромочную, вяжем петлю симметрии лицевую. Дальше считаем количество клеточек до накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 6 лицевых и делаем накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем накид. Дальше у нас 3 петли вместе и сразу же делаем накид. Вяжем, заводим спицу за 3 петли, дальнюю стеночку. И вяжем вместе 1 лицевой. И сразу же вяжем накид. С другой стороны считаем количество пустых клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, довязываем до конца первого рапорта 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повторяем с первой петельки. Пропускаем петлю симметрии. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем накид. 3 петли вместе и накид. Вяжем накид. 3 петли вместе лицевой за дальнюю стеночку. И второй накид. До конца рапорта нам нужно связать 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем на изнаночный ряд. Это 14. У нас получается по счету от начала ряд. Соответственно, все петельки так и есть изнаночные, как всегда. У нас добавится благодаря накиду получается 7 петля. Вот такая вот дырочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы, получается, сейчас, связав 14-й изнаночный наш ряд, довяжем до конца раппорт узора в высоту. То есть, как вы поняли, он состоит из 14 рядочков. Это лицевые и изнаночные ряды вместе. Связали 14 рядочков в высоту. И вот что у нас получилось. У нас получились вот такие вот треугольнички с дырочками. В начале мы с вами связали 4 ряда платочной вязкой, которые нам отделили, как бы сделали красивый край. Немножечко, как вам покажется, возможно, на первый взгляд идет вот такими вот волнами. Но, когда вы будете вязать кофточку и будете ее после, скажем так, того, как свяжете, обрабатывать, возможно, стирать, либо отпаривать, как обычно советуют, то у вас вот эти волны уравняются и будет все прекрасно. Как на мой взгляд, такой узорчик довольно-таки простой в выполнении и на вид имеет красивый вид. Самое главное, что вам смотрите, нужно запомнить, что обязательно набираете петлю симметрии, одну, которую в счет потом, скажем так, раппорта из 16 петелек состоящего не входит. То есть, она всего лишь одна петля. В начале ряда мы делали лицевого и в конце ряда изнаночного. Все остальное вы повторяете нужное количество раз по 16 петелек. Вот эти 16 петелек, которые по итогу превращаются в треугольничек. И как мы изначально набрали 35 петелек, так и после провязывания данного узора у нас и должно было остаться 35 петелек. Благодаря вот этим вот накидам, которые мы делаем по обеим сторонам вот этого треугольничка, вот эти дырочки, они нам замещаются вот этим вот убавлением. То есть, мы провязываем 3 петли вместе, как бы забираем 3 петли из узора, делаем всего лишь из трех одну петлю. Но из-за накидов у нас количество петель не уменьшается. И получается, как бы как мы набирали изначально 35 петелек, так у нас и после провязывания данного раппорта высоту есть 35 петелек вместе с кромочными. При вязании этого узора в круговую, то есть, к примеру, если вы надумали вязать джемпер без застежек, то, соответственно, все четные ряды, 2, 4, 6, 8 и так далее, 14, все петельки вяжем лицевые. То есть, мы вязали их с изнаночной стороны изнаночными петлями, вот так у меня выглядит изнаночная сторона. То при круговом вязании все очень просто. Мы просто вяжем каждый четный ряд после провязывания накидов лицевыми петельками. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!